В ближайшее время казахстанцы смогут подписывать онлайн-документы через QR-код. О флеш-карте с цифровой подписью можно будет забыть, заявил сегодня министр цифрового развития Багдад Мусин во время международного форума Digital Bridge в Астане, где он презентовал новый подход к предоставлению госуслуг. Глава цифрового ведомства признал, что электронная подпись неэффективна, а за основу всех инноваций, как пример, они готовы взять популярное приложение Каспий Киезет. Что нового ждет казахстанцев, знает столичный корреспондент КТК Азиза Исабай. Онлайн-услуги в Казахстане обретают особую популярность. Сегодня в столице во время международного форума Digital Bridge министр цифрового развития представил ожидаемые в ближайшее время возможности мобильного приложения ЕГОВ. Например, в улучшенной версии электронного правительства для граждан появится опция онлайн-трудоустройства, которая не будет требовать справок и бумажных формальностей. Хватит только БИН-организации, которая готова принять человека на работу, и все данные автоматически уйдут в HR-систему. А еще, скорее всего, люди забудут о том, что такое электронная цифровая подпись. Меня эта министра цифрового развития точно не устраивала. Я лично признаюсь, электронная цифровая подпись, она всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения. Открыв в ЕГОВ мобайле просто QR-подписание, вы наводите на любой QR-код и подписание происходит. То есть не надо нигде электронную подпись хранить, на флешке ее носить. Кроме этого, появится так называемое пуш-подписание документов в одно касание, QR-код для получения электронной версии удостоверения личности и ряд других цифровых сервисов. По словам Мусина, Минцифра намерена автоматизировать каждую государственную услугу в стране. Примером же может стать приложение «Каспий Киезет», которым уже пользуются 12 миллионов казахстанцев. По показателям ежедневного посещения оно занимает второе место в мире. Мы в принципе создаем инновационный сервис, который улучшает жизнь нашим любимым клиентам. Каким образом эти сервисы создаются, то они создаются с огромными усилиями. С одной стороны, это команда «Каспий» и технологии «Каспий», инновации. С другой стороны, это государственные ведомства, которые работают с нашими командами для того, чтобы сервисы эти могли не только быть доступными, еще и масштабироваться, и они стабильно работали. Раздел госуслуги в приложении «Каспий Киезет» пользуется спросом у 8,5 миллионов казахстанцев. Буквально этим летом там появилась такая новая услуга, как замена водительского удостоверения. И уже сегодня 22 тысячи водителей по всей стране обновили документ, не выходя из дома. Глава информационного сервиса заявляет, что в ближайшие три года казахстанцев ждет еще больше новых возможностей.